всем доброго времени суток меня зовут лили уланова сегодня я покажу как связать лошадь так как 2014 год у нас год синей лошади сейчас я покажу как вязать синюю лошадь для вязания нам потребуется пряжа я взяла семеновскую пряжу суфле это стопроцентный акрил трех цветов белая синяя и черная а также крючок третий номер для начала нужно будет связать круг вязать я начну с головы то есть сейчас я беру белую нить складываю вот таким вот образом и делаю первую петельку дальше мне нужно сделать центральную петлю вот таким вот образом теперь в эту центральную петельку мне нужно будет связать несколько столбиков без накида то есть вот сейчас я делаю первый столбик дальше второй столбик в эту же петельку третий столбик четвертый столбик так пятый и шестой думаю что шести будет достаточно дальше в каждые шести столбиков я провязываю по два столбика задеваю за обе нити петли основания первый столбик второй столбик дальше третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой девятый десятый и последний столбик одиннадцатый и двенадцатый таким образом из шести столбиков у меня получилось 12 столбиков дальше я буду увеличивать круг вязание круга на сайте есть в общих курсах можете посмотреть то есть сейчас я буду добавлять петли в шести направлениях поэтому я связала шесть столбиков то есть первый столбик данном случае я провязываю два столбика раз два а во второй один столбик таким образом я буду добавлять через столбик то есть следующий столбик опять два столбика раз в следующий столбик один столбик и так далее то есть при довязывании данного ряда у меня должно получиться восемнадцать столбиков так как добавлю я всего шесть столбик и так вот я связала всего у меня здесь 18 столбиков и теперь я буду добавлять не через одну а через две петельки или через два столбика в первый столбик я провязываю два столбика раз два а затем два столбика без добавления то есть один и в следующий один затем опять так же два раз два и в следующие два по одному раз и два соответственно мне опять добавится 6 столбиков и должно получиться всего 24 и и так вот я связала сейчас у меня здесь 24 столбика и сделаю добавку еще один раз то есть здесь в первый столбик я провязываю два столбика раз два а затем три столбика без добавления ну и так далее соответственно всего мне должно получиться 30 столбиков так как опять я добавлю 6 столбиков и так после того как я закончила вязание данного ряда у меня получилось 30 столбиков и вот такой вот примерно круг так дальше я петельки добавлять не буду то есть мне нужно будет закруглить мордочку и соответственно в этих местах где-то примерно связать ноздри ноздри можно связать несколькими способами я свяжу за переднюю нить 3 столбика с накидом то есть провяжу петельку и вот за эту переднюю петельку чтобы задние остались до последующего вязание провяжу столбик с накидом таким вот образом так теперь нужно в эту же петельку связать еще один столбик с накидом затем в следующую петельку также свяжу два столбика с накидом не забываем что петелька передняя задняя остается для дальнейшего вязания и дальше делаю петельку и продолжаю вязать обычные столбики без накида так и дальше вижу уже задевая за обе нити обычные столбики без добавления петелек отступив небольшое расстояние также провязываю вторую ноздрю то есть два столбика с накидом еще один так во вторую петельку за переднюю нить обязательно так петельку добавляем привязываем то есть вот примерно так теперь нужно будет довязать данный ряд до вот этого места обычными столбиками без накида за обе нити то есть просто я провязываю все столбики ну и так далее и так вот я довязала до ноздри провязываю последний столбик а дальше нужно будет провязать столбики вот за эти задние нити чтобы ноздри оказались как бы спереди так вот таким вот образом и затем переходим вот сюда то есть провязываем несколько столбиков затем опять так же за задние нити так так и дальше переходим опять вот на обычные столбики то есть получается вот так таким образом у нас сформируется ноздри лошадки дальше все достаточно просто то есть нужно нарастить несколько рядов без добавления и убавления петель извиняюсь и соответственно сейчас я свяжу несколько рядов дальше продолжим вязать уже другим цветом здесь обычные столбики без накида небольшое пояснение то здесь мы вяжем естественно вот в этом месте также столбики без накида без добавления и убавления петелек и так вот я связала несколько рядов сейчас скажу точно 1 2 3 4 5 6 7 рядов и сейчас буду делать замену нити на синий цвет здесь нужно будет обрезать нить так дальше распускаем последнюю петельку заправляем синюю ниточку подтягиваем и вяжем столбики уже синей нитью одновременно я завязываю вот этот хвостик и так далее нужно связать целый ряд и желательно вот здесь вот этот хвостик тоже вязать когда вы будете довязывать последние столбики синей ниткой и так вот я связала первый ряд хочу сказать что замену мы делаем снизу я забыла просто об этом сказать и сейчас мне нужно будет добавить также 6 столбиков рекомендую сделать это следующим образом находите последнее место прибавления то есть вот и на этом уровне где-то примерно вот здесь нужно будет добавить столбик соответственно следующая точка где-то вот то есть вот здесь добавляем то есть всего мне нужно добавить 6 столбиков и так вот я подошла к месту добавления и сюда провязываю два столбика раз и два дальше вяжу столбики по одному таким же образом делаю добавление следующего столбика раз и в эту же петельку два ну и так далее всего их должно быть 6 и так вот я добавила 6 столбиков соответственно ширина у меня увеличилась и теперь нужно связать несколько рядов чтобы закончить голову и затем мы будем убавлять петельки чтобы вот это место закруглилась то есть сейчас я буду вязать ряды столбиков без накида без добавления и убавления петелек ну и так далее и так вот я связала необходимое количество рядов здесь у меня 14 рядов и дальше я буду петельки убавлять чтобы закончить вязание головы петли я буду добавлять так же как и прибавлять соответственно сначала через 4 столбика потом на следующем ряду через 3 далее через два через один и каждый столбик перед тем как сделать закрытие головы я хочу связать уши то есть вот одно ушко я связала и сейчас покажу как связать второе для начала нужно подойти вот к этому месту то есть уши будут примерно на уровне ноздрей соответственно сейчас я подойду уже вот как бы ко второй ноздре и буду вот с этого места вязать второе ухо и так вот я подошла где-то к середине и сейчас вот с этого места буду вязать второе ухо принцип на самом деле очень простой то есть мы вяжем цепочку потом начинаем ее обвязывать с двух сторон и соответственно делаем крепление последних столбиков к основанию головы набираю цепочку из 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 теперь мне нужно провязать эти петли так вот я подхожу начало вязание здесь вот здесь нужно будет крючок водить получаем вот такую вот цепочку обвязанную один раз дальше я сделаю крепление вот в эту петельку разворачиваю вязание и вяжу столбики без накида во все петли сверху нужно связать три столбика чтобы получился разворот и соответственно оставшиеся петельки также столбиками без накида так вот последняя петелька ее можно прикрепить к основанию только единственное вот здесь лучше задевать за дальнюю нитку так как потом мы вот здесь будем закрывать и ближайшие нити нам потребуется таким вот образом дальше также делаю крепление в следующую следующий столбик разворачиваюсь и опять вяжу столбики без накида так вот здесь сверху нужно будет подняться сначала три воздушные петли связать три столбика с накидом не закрывая столбики до конца и затем провязать их вместе затем опять вяжем три воздушные петли затем опять вяжем три воздушные петельки и соединяемся с началом вязания довязываем остальные столбики так вот этот последний столбик нужно привязать к основанию вот таким вот образом получится таки ушки дальше я довяжу ряд до нижней части головы то есть вот до этого места и затем буду делать убавление петель сначала делаю убавление через четыре столбика то есть провязываю два столбика вместе и затем четыре столбика по одному раз два два три четыре затем опять два вместе и четыре по одному где уши то же самое то есть два столбика вместе и затем остальные по одному здесь должны остаться петельки которые мы оставили при вязании ушек три так ну и вот сюда можно провязать четыре ну и так далее то есть два столбика вместе четыре по одному и так вот голова немножечко закрылась и теперь я буду убавлять через три то есть провязываю так же я нахожусь внизу провязываю два столбика вместе и дальше три петельки три столбика по одному раз два два три ну и соответственно два вместе и три по одному ну и так далее следующий ряд я буду убавлять через два столбика сейчас я провязываю два столбика вместе и затем два столбика по одному раз два дальше два вместе ну и дальше два по одному и так далее на данном этапе голова уже достаточно хорошо закрылась и здесь остается очень маленькое отверстие поэтому я предлагаю сейчас голову наполнить чтобы она была мягенькая я буду надевать разрезанной подкладкой от какой-то там старой вещи поэтому вы можете ватой или каким-то другим наполнителем то есть перед тем как мы совсем голову закроем ее нужно будет наполнить итак вот я наполнила голову наполнителем и теперь буду завязывать ее на данном ряду здесь у меня убавление петелек через один столбик то есть два вместе и один столбик один дальше два вместе затем один ну и так далее довязываем данный ряд и так вот я практически закончила теперь нужно на данном ряду закрывать каждую пару то есть два столбика провязываем вместе затем опять два столбика провязываем вместе ну и так далее колес фильм здесь протяжении у Продолжение следует...